друзья мои всем приветик сегодня хочу с вами поработать написать красивую картину с использованием текстурной пасты но она у нас в основном на фоне будет но сделаем с помощью ее красивый какой-то фон поработаем акрилом напишем цветы такую вот интересную интерьерную картину для начала я возьму вот угольный карандашик и намечу даже не цветы а просто вот шариками до кружочками где они у нас будут находиться то есть чтобы текстурной пастой сделать фон и на цветы не заходить ну и вот у меня будет сначала до разделен то есть приблизительно пополам холстик холстик у меня 25 на 30 то есть можно взять в принципе и квадрат то есть по длине и ну можно как-нибудь закомпоновать в принципе тоже возможно еще добавить цветочек там придется чтоб сильно пусто не было и вот самый главный цветочек я вот не посередине да я его сделаю такой довольно таки крупненький где-то вот я его вот здесь расположу у меня будет то есть вот такой просто формы из-за него будет где-то у меня вот здесь чуть-чуть цветочек выглядывать здесь будет тоже небольшой цветочек там стебелек как-нибудь красиво сюда идти и где-нибудь где-нибудь вот здесь вот у меня будет какой-нибудь бутончик что-то такое то есть вот даже я сейчас могу вот так вот смело смело угольным карандашиком это все закрыть потому что мы сейчас нанесем текстурную пасту подождем пока она у нас просохнет и потом мы покроем все это дело черным цветом будет у нас фон черный вот я беру мастихин какой-нибудь жесткий чтобы в баночке было удобно доставать и я прям вот набираю пасту хорошо так чтобы у нас красивая была фактура и вот где нет цветов да где стебелечки там ничего страшного мы прорисуем потом вот заполняю вот вот так вот выкладываю как нибудь красиво густенько жирненько то есть не экономлю ее то есть вот так вот так можно вот так вот по пришмяки вать да такие вот интересные фактуры получаются можно вот пока она не высохла у кого холсты да вот новые вот эти пленочки можно ими вот так как нибудь сделать такие тоже как ломаные да получаются такие фактурки вот ее так помять помять как-нибудь интересно вот вот так вот да наложить ее и вот так вот то есть что-то такое сделать видите такая интересная получается фактура но это надо делать как бы постепенно сразу да вот ну то есть нанесли да потому что паста она в принципе сохнет и пока вы до низа дойдете тут уже так двигаться не будет она то есть вот я наношу наношу если где-то зайдете немножко на цветочек то вообще как бы ничего страшного если уж сильно зайдете можно просто мастихином чистить ее краям сильно не подхожу там чуть-чуть оставляю если к примеру вас холст на подрамнике вы в принципе можете закрасить черным акрилом бока и ну как бы эту работу без без рамы до а как бы такую как бы 3d дань или как они там считаются вот так я возьму еще кусочек пленочки сейчас прямо порву себе такие маленькие раз и вот так вот как-нибудь интересно ее там помять помять оп и снять мастихином тоже вот они такие нашлепыши до получаются но они немножко другие все равно нежели от пленочки они более игольчатые таки что ли получаются тут как-то сильно торчит угловато не особо хочу то есть смотрите да чтоб вас фактурка это устраивало есть вот так прям поняли поняли так снимаем вот здесь тоже кусочек оп вот такая вот интересная получается фактура таким образом мы заполняем вот где у нас цветочков нет где у нас этот фон честно говоря я даже не знаю что получится но вот мне хочется чего-то интересного и это всегда интересно да вот то что же но в итоге выйдет такая вот у нас у художников интересная до жизнь мы творим что-то интересненькое всегда вот здесь чуть-чуть пасту сразу закрываю чтоб она у меня не сохла мастихинчик тоже сразу протираем заботимся о своем инструменте и вот беру опять эту свою пленочку и вот таким образом то есть вот так вот какими-то интересными фактурками посидите пока она там у вас подвижная да подвигайте ее как-то так интересно попробуйте всякие всякие разные такая интересная штучка если вы пленку вниз снимаете они вот эти вот фактурка вниз смотрит если вверх снимаете они вверх поднимаются так и вот так здесь немножко у меня оп и вот здесь немножко немножко вот так так выбрасываем ручки вытираем можно сделать еще это вот сейчас прям на ходу такой эксперимент вот мастихином допустим взять какие-нибудь вот эту пасту к примеру где-нибудь еще вот так вот ну как бы такими загогулин коми чем-то таким вот так вот еще дополнительно попроцарапывать что-то вот прям вот не задумываясь особо где-то так вот подразбить чтоб она носиком мастихина прям вот легонечко держу его в руке и что-то такое вот нацарапывать чтобы ну просто интересная была до то есть такая импровизация на ходу вот можно так вот покрутить покрутить ну вот какая-то такая фактурка уже вот мне нравится она такая интересная не знаю видно вам ну видно да немного я верхний свет не включала чтобы сильно вам не бликовало потому что акрил прям он сильно бликует вот ну и теперь надо нам дождаться чтобы все это дело у нас с вами подсохла он становится такой вот уже не особо блестящий когда высыхает более матовый и тогда продолжил а я пока на паузу нажму ну вот друзья мои я ускорила процесс немножко просушила феном и сейчас я беру черный акрил у меня вот такой вот в баночке немножечко немножечко смачиваю кисточку водой потому что он у меня такой ну довольно таки жиденький он здесь это фирма луч он не сильно густой и вот полностью черным закрывая вот хорошенечко проходя вот везде вот во всех этих складочках да я закрываю полностью полностью наш холстик и цветочки тоже полностью вот заходим во все складочки почему сильно не за не разбавлять водой чтобы цвет был плотный черный то есть там где-то под разными ракурсами можно посмотреть чтобы вот эти вот фактурка холста нигде вот этих ячеек белых не было то есть хорошенечко хорошенечко потому что он блестит сам по себе до акрил и как бы можно пропустить и потом это будет не особо красиво видно будет белый цвет кисточка синтетика у меня то есть вот такая вот номер 18 можно взять и побольше чтобы процесс этот ускорить но у меня синтетики большего размера просто нет для акрила кисти кисти всегда вот если вы тоже работаете как я разными материалами для каждого материала для гуаши для акрила там неважно для чего свои должны быть кисточки для масла свои для акрила свои то есть такая работа ничего сложного да пока прямо из баночки набираю кисточку слегка только смочила изначально чтобы она не сухая до была она же стоит у нас когда без работы сухенькая легонечко так вот и подготовила как бы к работе немножко смочила и все если у вас густоватый акрил ну разбавьте только аккуратненько чтобы он плотным черным ложился цветом либо же у меня особо времени нет вот я буду так ну можно в два слоя к примеру до перекрыть чтобы более плотный черный был но перекрывайте тонким слоем лучше два раза чтобы вот это вот фактура красивая осталось густыми масками вы можете просто ее как бы ну убрать тем самым убрать тем самым до подлезть вообще акрил вот этой вот марки луч мне брала себе набор на пробу вообще не понравился ужасный а вот черные он жидкий и фактуру не держит то есть если вы хотите писать что-то такое вот чтоб фактурка оставалась вообще не держит расползается какой-то вообще непонятный а вот для таких целей черный у них вот этот вот я взяла он прям такой плотненький черный мне нравится и такой вот он не сильно густой вот жиденький комфортно им вот фон что-то такое сделать ну для таких целей каких-то для гладкого письма я не знаю у меня есть там мастер класс но я не знаю выкладывать не выкладывать я там пробовала еще к новому году рисовала все он висит у меня акрилом этим ой там ужас то есть такой так деткам порисовать да а для творчества более профессионального он конечно не подходит такая немного скучная до работа просто закрываем ну в принципе суть понятна да вот закрываем полностью полностью все это дело и смотрим чтобы не было белых ячеек ну и естественно опять нужно подождать пока это все дело просохнет ну либо хотя бы пленочкой схватиться какой-то чтобы нам начать прописывать цветочки чтобы он не тянулся да и не загрязнить цвет цветов светлых чтобы он был чистый черный не подмешивался здесь в принципе вот на черном фоне вот какие-то яркие цветы я буду делать какие-нибудь такие ну большой сделаю беленький этот какой-нибудь розоватый ну а в принципе какой-нибудь светлые светлые какие-то цветы да если вам в интерьер надо к примеру желтоватые да то есть можно оттеночки поменять сделать то что вам к примеру какие оттенки больше да подходят что-то сделать свое пофантазировать что-то сделать не обязательно как у меня да кому какое сочетание нравится да вот кстати меня просили что-то на черном фоне порисовать ну вот будем считать что это как бы такой вот заказ выполнен также друзья хочу напомнить что есть еще канал на яндекс дзене на рутубе подписывайтесь телеграм-канал есть там я тоже периодически там не часто но так скидываю можно в комментариях там общаться там я часто бываю захожу ну вот вроде как все кажется белых пятен нет и вот нужно теперь дождаться пока это все дело просохнет чтобы рисовать наши цветочки и так у нас подсох чуть-чуть акрил я его конечно же еще просушила ну вот он уже не цепляется на палитру я добавила белый дальше краплак красный кармин так вот это кармин краплак красный это кобальт синий такой красивый голубенький и зеленая веридоновая и сейчас я возьму какую-нибудь небольшую прям кисточку для того чтобы кисточка синтетика где показать вот вот такая небольшая кисточка я возьму вот беленький цветик так жиденько для того чтобы наметить наши сами вот эти вот лепесточки до цветочки где они у нас будут то есть вот он наш основной до цветочек вот он круг под него виден да то есть серединка он у нас почти смотрит на нас но не мы не будем прям делать это серединку ему прям по середине то есть где-то вот здесь я ее нанесу чуть чуть выше да как бы этого круга и лепестки то есть у него к серединке пойдут лепесточки я их сделаю вот какими-нибудь вот так вот довольно таки крупненькие вот вот один здесь вот один здесь то есть это то есть это пока такой как набросочек да дальше где-нибудь вот здесь сделаю лепесток довольно таки крупненькие то есть смотрите примерно там идеально конечно ровное расстояние не надо между ними делать ну вот как-нибудь такое вот по кругу три разместите да это будут будет нижний ряд наших лепестков и сверху них будет у нас еще ряд лепестков то есть вот эти края их в принципе не будет они будут внизу и здесь тоже какой-нибудь такой лепесток дальше здесь серединка у нас будет вот здесь он боком будет цветочек и тоже как-нибудь так вот нижние намечу один тут пускай где-нибудь вот здесь будет второй и там вот краешек будет пускай туда уходить третий ну и между ними соответственно как-нибудь вот так и здесь у нас тоже вот окна под наклоном боком такой полу раскрывшийся тоже мы видим цветочек смотрите в этом цветочке тоже у нас будет там и светлые листочки да и темные показать вот объем то есть вот сделали да такой вот как бы грубо сказать треугольничек да какой-то и вот от уголков его вот так вот еще себе такую подсказочку сделаем да то есть что он у нас лепесточки сложены и вот это у нас там вот глубина серединка отсюда уже там пойдет ножичка его ну ну и здесь у нас бутончик все вот эти веточки листочки это мы потом прорисуем то есть вот себе сделали такую как бы подсказочку да здесь даже можно серединку сделать немножко вот так покрупнее кисточку промываем после черного акрила я кисточку промыла тоже и водичку поменяла чтобы у нас вот сейчас было чистое работать возьму вот такую кисточку синтетику можно было конечно и побольше но у меня нет вот с закругленным краешком что-то и сейчас сделаем дальний да цветочек то есть я смешаю возьму вот этот розовый свой туда белил чуть-чуть вот но я хочу его чтобы у меня сверху такие яркие до моментики были я капельку капельку вот прям вот капельку капельку возьму добавлю вот черненький прям несколько ворсиночек там вот окунаю даже много окунула стороне уперу вот прям немножечко немножечко видно прям чуть 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 подмешиваю и он такой вот грязный розовый получается то есть вот такой оттенок нужно смешать только я сейчас сделаю его себе побольше грязненький такой вот розовенький видите и и я сейчас закрою все наши лепесточки прям вот так вот раз и двигаемся и двигаемся собственно это не особо будет красиво и вот здесь у нас тоже нижний вот таким образом дальше беру этот же розовый даже добавлю сюда краплака красного черного тоже вот такой вот потемнее оттеночек я вот здесь от серединки да вот к краям где у меня там резким движением оттеняю дальше этим же розовым с черненьким да только чуть чуть побольше белил добавляю он тоже не чистый яркий розовый а такой подпачками нанесу вот эти вот лепестки которые у нас здесь вот поближе к нам прям красочки хорошо набираю на кисточку пускай вот где-то даже вот такие видите как клякс очки до висят и все лепесточки мы с вами тянем к серединке за это не забываем здесь сделать чуть-чуть вот так покороче пускай интереснее будет прям вот мазочками оставляю такие фактурные красивые мазочки прям постозные чтобы у нас картина была интересная вот такой цветочек дальше еще делаю такой вот нежненький розовенький прям кисточку не промывала этой же кисточкой вот нежненький розовенький подсветим немножко наши краешки лепесточков то есть вот беру плоско кисточку ложу и вот таким вот резким движением но движение все к серединке где-то можно прям белого так зацепить вот так вот более яркий какой-то такой акцент поставить ну и соответственно густоту красочки я оставляю дальше снимаю вот просто прокрутила до сняла краску с кисточки нижние эти тоже но только не так постозно они там у нас в тени немножечко кое-где пройду под свечу акценты эти белые смотрите я тоже ставлю не полностью до по всему контуру лепестка то есть кое-где полностью не надо пускай будет вот так вот интересно так кисточку промываю 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 сейчас я себе добавлю черного немножко сбоку на палитру и смотрите друзья сейчас я возьму наш вот этот кроплачок черненького такой довольно таки смугленький красненький цветик не не постозно сейчас вот здесь у нас лепесток да он впереди как бы да этот вот кусочек внизу вот его нужно оттенить вот я около него прохожу протерла кисточку и вот так вот как бы объемчик до добавляя растяну малым-малым количеством красочки вот здесь тоже да у нас может быть чуть-чуть наберу тоже тень от этого верхнего лепесточка у нас падает вот сюда так не бликует так сильно дальше вот здесь тоже тенюшечку проложить взяла чистый кроплачок вот таким образом промываем и вот я не взяла коричневый но я попробую сейчас смешать кроплак наш и зелененький мне нужно получить коричневый видите такой вот получился коричневый веридоновая и кроплак и вот тоже так довольно таки густенько я вот здесь вот выложу не идеально ровным таким вот да чтоб краешек не идеально ровный был выложу здесь серединку цветочка такими вот примакиваниями вот таким цветом сделала серединку пока он у нас чуть-чуть подсохнет давайте сделаем вот этот цветок он у нас тоже он у нас тоже такой вот розоватый ну и начнем мы здесь со светлых так как они у нас дальше да мы делаем сначала дальний план потом постепенно двигаемся сюда вперед вот и вот я беру нежненький розовенький наш то что вот намешано да здесь здесь он у нас такой такими короткими мазочками он у нас собран да как бы можно как-нибудь вот так его поинтереснее да такую юпочку ему сделать то есть дальше вот сюда глубже я добавляю больше розового то есть ну где-то рядом потемнее хватаю вот короткими мазочками добавила видите как ярко да вот эти розовые классно смотрятся на черном вот этот контраст я люблю такие вот работы контрастные дальше вот здесь уже у нас пойдут более длинные мазочки вот я возьму розовый вот этого коричневого моего намешанного что-то такое вот попробую этим цветом сейчас вот так вот побольше побольше так видно я надеюсь и здесь уже вот у нас да мы определились где будет крепиться стебелек то есть мы двигаемся к нему серединку мы не видим но понимаем что там где крепится стебелек там внутри у нас серединка вот мы двигаемся к ней тоже такими уже широкими мазочками вот так вот вот даже где-то можно еще черненького добавить чтоб видите цвет одинаковый да идет какой-то скучный вот его надо чуть-чуть подразнообразить где-то краплака больше добавить то есть сделать его такой поинтереснее вот отсюда можно допустим от серединки в края вот этой грязной кисточкой взяла чистый краплак так здесь у нас вот сюда соединяются оп вот такой колокольчик у нас получился так я себе сейчас добавлю краплака еще и мне хочется основания его еще дополнительно затемнить вот краплакчик и черный прям вот такой вот темненький резким движением чтобы здесь вот не было какой-то такой конкретной границы я его вот так вот затемнила ну можно немножко где-нибудь вот где он в тень уходит там вот да показать какие-то такие вот ну и также можно в принципе где-то мигнуть здесь более светлым цветом немножко вот как-нибудь так немножко чтобы у нас все-таки читалось вот это дальние листочки более ближние так ну вот здесь мне не нравится что мазочки такие прям маленькие маленькие да такие как одинаковость вот это вот мне не нравится и я хочу вот сейчас вот так вот вот такой вот краешек более интересный то есть кисточка видите коричневатый там был то есть такой вот получился интересный цветочек у нас ну и вот этот давайте сделаем здесь нам надо какой-то такой вот белилки возьмем голубой этот туда же черненького вот такой серо какой-то голубой зелененького чуть-чуть вот такой грязноватый оттеночек видите это будет теневой цвет у нас белого белых тени и пока им тоже закрою полностью наши белые лепесточки так где у нас нижние нижние вот они нижние захожу на предыдущий да даже можно еще голубее сделать вот какой-нибудь интересный такой краешек делаем лепесткам какой-то на мешайте грязноватый беленький такой вот с голубинкой с серинкой вот этой вот от черного и зеленцы туда тоже в этот же оттенок добавлю вот этого светлого нашего розового такой фиолетоватый получился сделаю верхнее через вот этот оттенок и и и и и и и вот здесь края да какие-то скучные шарик получился можно где-то вылезти к примеру как более угловатым его сделать ну вот к примеру да вот к низу раз там так чтобы он поживее поинтереснее смотрелся здесь здесь вот как-нибудь вот так делаем его такой живой цветочек да не скучный какой-то что-то поинтереснее также я возьму для теневой черный с краплочком в малом количестве и вот там где наши нижние листочки листочки я их от центра вот так краю оттеняю если сильно подмешивается подождите пока подсохнет и будет покомфортнее так мне нужен розовый карминчик я беру кармин тоже пока не сильно густо и от серединки вот эти вот на светлые наши линии лепесточки показывая как бы их изгиб я вот от серединки краям резкими движениями показываю наши вот эти вот верхние лепесточки вот таким образом то есть как бы мы оттенили до их краплак зеленая коричневенький до оттеночек где-то можно еще вот тут между лепестками уже более аккуратно показать такую более темные места там где тень дальше я добавлю на палитру немножечко желтенькой желтый желтый я беру желтая светлая не лимонка что-то более тепленькая белила капельку капельку этого желтенького видите он такой вот тепленький этим цветом я проработаю наши как мы здесь бледным розовым до высветляли здесь я сделаю таким вот желтеньким тепленьким единственное мне надо белил еще то есть он почти белый но не белый он капельку капельку теплит этот белый вот таким образом краешек вот так подтягиваю также здесь какие-то вот это вот read Где-то бочком кисточки можно, к примеру, такие вот как прожилки потянуть. Вот я краешек жёлтенького цепляю, не с самого верха, да, захватываю вот здесь. И вот такие получаются интересные прожилки. Лёгким-лёгким движением, не надавливая, когда она тоненькая получается, и смотрите, вот у меня тоже лепесток, да, к примеру, такой не очень мне нравится, да. Я, смотрите, беру вот где я хочу, да, поставила мазочек, отпустила. Ну, вот он ровный здесь очень, да, ну, скучноватый. Вот возьму вот здесь поставлю, раз его, к примеру, вот такой сделаю, да, и опять краешек легонечко вот туда потяну. Вот такой уже он поинтересней, поажурней. И то есть таким образом просматриваем, да, где нам чего хочется там интересного добавить. Вот здесь тоже, да, давайте сделаем такой раз. Оп, и он такой вот поинтереснее стал. И лёгким-лёгким движением. Вот так какие-то прожилочки делаем ему. Ну, вот теперь кисточку я прям протёрла, да. И здесь немножко тоже вот краешки, где-то они у нас могут быть посветлее. Вот тут, где чёрный просвечивает, можно добавить вот этих, как бы, акцентов светлых. Кисточку промыла. Беру кроплачок красненький. Тоже не сильно пастозно. Немножко добавлю аккуратненько от серединки, так, к краям. Как бы оттеняем серединку. Здесь вот, где маленькие участки, неудобно, да, к примеру, там вот прям бочком кисточки красочку наношу. Ну, опять коричневатый оттенок делаю, кроплак с веридоновой. И этим цветом вот так вот нашлёпаю здесь какую-то серединку. Вот получается, как бы, шарик, да, ну, такой, с кривыми краями шарик, кружочек. И здесь тоже вот с кривыми краями. И сделаем сейчас наш бутончик. Вот я возьму кроплачок красный и закрою бутончик. Вот так. Зелёненький. Смешиваем с красным и оттеняем вот эту часть бутона нашего. То есть такой он более теневой. Жёлтенький с розовеньким, либо с кроплачком, что-нибудь такое вот. Оранжеватый оттенок на светлую часть нанесём. Вот сюда. Белилки с жёлтеньким. Так вот плоско кисточку ложу, чтобы не процарапать. То есть когда мы кисточку вот так, да, ставим, мы снимаем краску. Если мы её ложим плоско, то у нас, как бы, красочка с кисточки снимается. Лёгким-лёгким движением сделаю объёмчик, да, нашему цветочку, как бы так вот, по границе, да, прошла немножко и объединила оттенки. Ну и теперь надо дождаться, чтобы всё хорошенечко просохло. И продолжим дальше листочки, стебелёчки, всё это прорабатывать. Вот немного подсохло, совсем чуть-чуть, оно ещё слой толстый, как бы, будет ещё сохнуть долго, да. Ну, мы продолжим. Главное, уже так сильно прям не двигается оно. Я возьму вот губку, отрезала кусочек, обычная губка для посуды, небольшой кусочек. Возьму акрил золотой. Выдавлю немножко себе на палитру. И вот сейчас я краешек губки, вот так вот возьму, слегка, как бы, подпачкаю и буду проходить по фону. Лёгким-лёгким движением, легонечко-легонечко, чтобы у нас он оставался в основном только на вот этих выпуклых частях. То есть, лёгким-лёгким таким вот движением. Если будете сильно давить, он тогда вот где-то попадёт на сам холст, да. Нам нужно, как бы, фактурку вот эту подчеркнуть именно, именно выпуклую вот эту. Лёгкими-лёгкими такими вот движениями. Акрил, он вот этот золотой, я не знаю, может, у вас какая-то другая марка, да, там, но он, он сейчас такой какой-то некрасивый, жёлтый, но он, когда высыхает, он такой классный становится. Вот этот именно. Так, ещё чуть-чуть добавлю. Тоже добавляйте по чуть-чуть, чтобы, ну, как бы он у вас не засыхал, да, и не пропадал. Лучше по чуть-чуть, несколько раз добавить, нежели он у вас потом засохнет. Так, я губку случайно в розовую вымазала, надо убрать. И вот аккуратненько я подбираюсь, где вот у меня тут есть фактурка около цветов, да, красивая. Чтобы подчеркнуть это. Вот так даже просто буду прикладывать, и... Вот здесь мне прямо очень нравится, как красиво отпечатывается. Где-то вот между цветочков, где фактура есть, вот аккуратно-аккуратно уголочком пройдусь. Конечно, немножко может и будет пачкаться нижний слой, да, но в основном оно будет цепляться за вот эти выпуклые части. И вот золотой акрил по-черному, ну, не знаю, у меня складывается такое вот ощущение, как эффект металла получается. Такие красивые складки прям. Мне очень нравится. Сверху мне блестит, плохо видно. Вот, вот так достаточно, в принципе. И теперь я возьму свою же кисточку. Сделаю эту же синтетику. Возьму веридоновый зеленый, желтенький. Требовательный друг кричит. Просится на улицу, а на улице у нас дождь, холодно сегодня, прям как осень. И вот наметим стебелечки. Ну, смотрите, стебелечки тоже рисуем как-нибудь, ну, интересненько. Так, ну, вот этот у нас здесь, да, намечаем. И вот, даже можно разбавить так чуть-чуть водичкой, чтобы он тянулся хорошо. Вот как-нибудь по вот этому золотому. Пускай оно прерывисто. Главное, такой вот намек дать, что у нас там вот этот есть стебелек. Что, друг, ты пришел ко мне? Вот такой стебелек. Дальше можно зеленый вот с краплаком смешать какие-то. Тоже такие более темные зеленые. Вот пускай вот здесь будут выходить более темные зеленые. И вот краску я сильно не перемешиваю. То есть у меня, я веду, и получается где-то и более светлые. Желтый, да, проявляется. Где-то более темный. Вот здесь потемнее зелененький у основания. Еще добавляю. Вот так, где у меня еще. Ну, от этого цветочка, да, вот он где-то там крепится. Где-то пускай вот здесь выйдет стебелек какой-то. Вот желтенький на кисточке. Вот сниму его, чтобы такой блечок какой-то на стебельке был. Так же от бутончика, да, у нас отходит тоже стебелек. Он у нас к чему-то крепится. Вот мы его сделаем так вот красиво как-нибудь вот сюда поведем. Вот как-нибудь изогнем. Каким-нибудь таким вот красновато-зеленым, то есть больше коричневого, да, добавляем. Можно сделать где-то здесь что-то типа лепестков. Листочков, вернее, не лепестков, а листочков. Вот коричневый, потом больше такой вот яркий зеленый. Вот прям надавливаю. И веду какой-нибудь листочек сюда. Книзу можно добавить там темно, да, и как бы не обязательно нам делать большой акцент вниз картины, да. Добавляем туда больше красного, в зеленый. Еще каким-нибудь таким коричневато-красным. Ну, можно добавить вот сюда какой-нибудь, пускай идет листочек. Ну, и, соответственно, где-то там, возможно, вот он будет посветлее, то есть захватила желтенького. Ну, можно еще сюда какой-нибудь вот так листочек пустить, какой-нибудь интересный, извилистый. Здесь тоже что-то, ну, какие-то травинки, да, вверх давайте тоже выпустим немножко. Вот у нас идет, к примеру, да, пойдет сюда и где-нибудь вот так вот, пускай у нас выйдет листочек. Такие простенькие. Намечаем. Ну, и покороче какой-нибудь. Вот здесь пускай будет. Можно к этому зеленому добавить и, в принципе, голубоватых каких-то оттенков. Я беру вот этот кобальт. Подмешала вот к зеленому. И вот кое-где на листочках можно добавить его. Ну, это, в принципе, по желанию. Здесь у кого бутончик, а чуть-чуть более темный, зеленый. Ну, и где-нибудь здесь немножечко дам намек на листочек. Промываю кисточку. Я хочу цветочки сделать еще немножко ярче. И добавить в них желтый с розовым. Либо с краплачком. Ну, оранжевого какого-нибудь оттеночка. Вот с краплачком мне больше нравится. Вот такой вот, поярче. И немножко вот я нанесла, да, и надо вот убрать лишнее, чтобы чуть-чуть было на кисточке. И кое-где так вот вскользь как бы добавить такого вот немножечко каких-то таких. Оранжеватых оттенков. Также здесь можно от серединки. Кисточка почти сухая. Вот она, видите, так вот. Снимает легонечко-легонечко. То есть, вот прям фактура холста видна. Вот так подтеплили их немножко, уже поинтереснее. Беленький беру, вот этот с желтеньким наш. И вот уже по просохшему я где-то добавлю здесь. Чтоб он так прям не терялся, бутон наш этот. Ну не бутон, а цветочек, который не раскрылся, да. А то он очень такой тусклый, мрачный. Ну и теперь самое вот украшение цветов наших. Берем беленький с желтеньким такой. Добавляем желтенького обратной стороной кисточки. Такой не совсем белесый, но очень светленький. И здесь вот по краю ставлю вот так вот, такими тычочками. Они не совсем кругленькие получаются. И не надо, они там прям идеально круглые шары, да. Вот какие-то красочка заканчивается. Они где-то толще, где-то такие вот побольше, поменьше точечки эти остаются. Также их вот сюда. Здесь у нас серединка не полностью видна. То есть здесь мы уже по низу не делаем точечки. Также добавляем туда каких-нибудь вот оранжеватых. Вот прям беру вот этот, что у меня здесь оранжевый есть. Немножко оранжевых. Как в один, так и во второй. Где-то более желтый может быть. То есть тоже разнообразно, как-нибудь интересно. Ну и конечно же для яркости беленьких где-нибудь. И вот так вот. There we go. И вот здесь. И вот здесь. Ну и вот здесь. вот таким вот образом проработаю еще немножко листочки что вы можете сделать я могу помочь помочь девочка с девочка девочка Книзу потемнее. Книзу потемнее. В принципе, на этом можно и завершить нашу работу. Вот такие цветы у нас вышли. Такой полусухой кисточкой. Хочу вот еще добавить цвета. Такой полусухой кисточкой. Это я делаю не чисто белым, это белый, который тепло-желтенький. Где вот черный проступает сильно, я вот чуть-чуть добавляю. Вот здесь, чтобы он был впереди, надо сделать его более таким вот объемным, пастозным. И вот он вышел вперед, этот лепесток. И вот мне почему-то хочется наш светленький розовенький. Прям вот хочется куда-нибудь бликануть на стебельках. На листьях. Слегка-слегка. Прямо. 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 Зеленый, если подмешивается, я протираю его. Прямо. Вот такие легкие получились. Ну вот, друзья, и все. На этом я буду заканчивать нашу работу. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про Яндекс.Дзен, про канал на Рутубе, Телеграм. Все. На этом пока. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok